Друзья, приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. Данное видео это заключительный этап ремонта двухкомнатной квартиры. Сегодня я последний день здесь, наверное, работаю. Думаю, что сегодня я там все это делаю. Осталась у меня установка сантехники в ванной комнате. Ну, в данном случае сейчас я устанавливаю вот эту вот ванну. Ванну оприровая. Так, ну что вот здесь? Здесь нужно будет врезать душ, кран и сам кран с переключением на душ. И кнопка горячей и холодной воды, переключение холодной и горячей воды. Ну и отбывание самой воды. Как тут вот это делается? То есть вот здесь на самой ванной мы распределили места, где будет установлено переключение самой воды, кран и душ. То есть у нас будет это вот так вот. То есть отсюда пойдет душ, здесь будет установлен вот этот кран и здесь будет кнопка. Ну, то есть она вот так и будет выглядеть. Сейчас я прорезаю здесь отверстие. Отверстие прорезаем с помощью шуруповерта и коронки по дереву. Она, в принципе, нормально режет. Так, сейчас покажу. То есть вот обычная коронка по дереву и вот по дырку. Ну и все, и прорезается. Потом это вытаскивается и следующая дырка. Так, дальше вот тут вот. Когда будет, если кто-то вообще не знает, как ставить. Получается, вот, вот, ну я вот сейчас это пока собрал, чтобы тоже не путаться. Ничего в этих шрамках как-что будет. Сколько длина шрамов, чтобы мне, допустим, от переключения, переключения до самого смесителя вот этого платива, вот этих шрамков, чтобы вот здесь вот дырки между ними, ну, были сильно далеко. А то потом придется еще и шрамки подращивать. Так. Ну и вот, то есть получается, к вот этому переключателю холодной и горячей воды здесь подходит вода от системы, то есть вот два шрамка от горячей и холодной воды. То есть она уже подключается к самой системе. Дальше, еще один шрам, подводка, это уже, получается, вода, которая смешивается, ну, или чисто холодная, или чисто горячая, или, ну, общая, какую-нибудь там нажали, да, она вот эта смешивается, идет уже по вот этому шрамку и идет на сам смеситель. То есть вы его отбываете, да, там, все, вода нашла на смеситель. Здесь вода побежала. Ну и теперь от самого смесителя уже идет переключатель на душ. То есть вот у нас уже душ, он отдельно, он там вот, сцедается, так же он вытаскивается вот так вот, без гаммы. То есть вот здесь вот вода переключается уже на смеситель сам, или на душевую лейку. Ну и все. То есть вот здесь получается вот этот шрам пошел на смеситель, а от вот этого смесителя пошел шрам на лейку, на подачу воды. Так, что еще здесь можно сказать по вот этой ванне, да, вот по установке. Вот эти вот крепежи установил, это для экрана. Сейчас поближе покажу. Поставил вот эти крепежи для экрана. Экран вот он. Ну, собрал еще обвязку для душевой. Я ее собираю и сразу просиликониваю все соединения. То есть, допустим, вот здесь вот все соединения просиликона. Вот здесь вот эти места. Потому что она будет под душевой, плюс еще... То есть она будет под ванной, плюс еще закрывается экраном. Не дай бог что-то побежит. Ну, как бы потом все это снимать не очень-то охота. Крепление душевой будет у нас... То есть вот такое вот. Сейчас вот это вот устанавливаю. И потом будут саморезы крепиться. Шляпки саморезов закрываться вот этими белыми задвижками. Закрывать отверстия вот эти. По краям они будут стоять. Ну, то есть они вот так вот стоятся. Так, ну вот здесь вот отмечено. Сейчас я это вырезаю. Что еще? Еще когда при установке вот таких вот ванн. Вам полукруглых там, ну и любых. Старайтесь, чтобы у вас... Чтобы у вас вот этот вот край угловой, да, он у вас вот так. И вот так. Он был чуть ниже, чем вот эти вот края. Потому что когда будет вода сверху бежать, вода будет попадать, да, и она пойдет вот сюда вот. И вот так вот. И будет стекать. Если же у вас будет вот этот край выше, чем вот эти вот края, то у вас просто вода будет вот так вот вытекать и скапывать на пол. Это, кстати, довольно часто у многих бывает. Просто неправильная установка. Ну, делать это буквально совсем маленько. Ну, вот у меня буквально только, чтобы был небольшой слив. Все. Не надо ее прям задирать. Ну, чтобы визуально почти ровно было, почти по уровню, но маленько край приподнят. Вот так вот это выглядит после крепежа. Так вот крепится. То есть вот, вот он сам кран идет. Вот у него такой крепеж. Шланг идет. Душевая аллейка. Душевая аллейка. Душевая аллейка. Вот от него. Вот эта душевая. От душевая идет, цепляется вот сюда. К крану. Вот так вот она будет цепляться. Я прикручу. То есть вот сюда. Так. И дальше сейчас вот закрепляю саму кнопку переключения охородной горячей воды. Ну, и открывание самой воды. Вот тут. Когда вот эти шранги еще подсоединяете. Когда крепите вот этот, допустим, переключатель, да, тоже нужно не запутаться. То есть переключатель с этой стороны. К нему подцепляются шранги. Шранги просовываются в дырку. Потом через шранги надевается вот этот вот, ну, закрывашка вот эта вот, не знаю, как стаканчик вот этот с прократкой. Здесь вот прократку видно. Дальше, после этого на шранге уже с этой стороны, вот они, эти шранги в горячей охородной воде, через них продевается вот эта пластиковая, ну, как уплотнитель такой пластиковый. Дальше, через него уже вот так вот, дальше уже вот в таком вот виде крепится уже вот эта вот вся конструкция к самой, крепится к самому переключению охородной горячей воды. По-другому вы не закрепите. Сейчас я её прикручиваю. Так, и вот после того, как вы её прикрутите, к ней уже идёт вот этот шранг, подключается с крана, вот с этого. Поцепляются уже кнопки. Всё, когда это всё соединится, подцепляется холодная горячая, шранги холодной горячей воды к самой системе, вот они у меня. Тут тоже сделаны краны перекрытия, чтобы не бегать, потом не отключать всю там систему, да, а вот чисто для этой, для самой ванны. Ну и канализация, канализационная обвязка. После того, как клейка, смеситель и кран переключения уже будут подключены, прикручены, после этого только уже будет устанавливаться сама ванна. То есть сейчас она у меня ещё не поставлена, а только выставлены ножки и вот по уровню всё выставлено, да, как она стоит. А уже крепление самой ванны будет производиться после вот этой операции. Иначе вы, ну может понадобиться, что нужно ванну там что-то отодвигать, у вас она уже закреплена. Ну а края уже я здесь всё-таки про силиконю, белым силиконом, так как всё-таки расшивка на крыло и ванне, она крошится. Ну а силикон, в крайнем случае, его там через год там можно ободрать и заново насиликонить, если он там почернеет. Установил также подвесную тумбу, сейчас вот там закрепил соединение, просиликонил обвязку, ну а сейчас вот она постоит, и поставлю вот эту дверцу. Так, также поставил тумбу вот эту вот, зеркало поставил. Вот эту мелочёвку всякую креплю. Так, что ещё вот хочу рассказать. Так, ещё такой вот момент. Вот эти вот крепежи для радиатора, для алюминиевых, они тут вообще болтались, просто вылетались. Здесь стенка из гипсокартона вот эта вот сделана, а за гипсокартоном там где-то вот такая вот пустота, ну примерно. И потом идёт какой-то, не знаю, утеплитель, не утеплитель, не утеплитель, типа как вот сидита или позагребня, вот какая-то вот такая вот, такой материал, то есть он такой полистый, рыхлый. И вот эти вот крепежи, они просто в нём болтались, вот сюда-сюда просто вылетали. Что я сделал? Ну, это было сделано первый раз, было на пробу, и получилось нормально. Что я сделал? Я вот эти вот, вытащил вот эти крепления, и эти дырки там внутрь, ну, продал воздухом, чтобы пыли не было. И после этого просто взял баллон с пеной, с пистолетом, вставил туда пистолет, и там, ну, вдавил туда пены. Ну, пены вдавил не сильно много, потому что потом она начинает не обратно вырезать, а уже обоя, и надо аккуратно это всё делать. И всё, и после этого пистолет вытаскиваешь, и вставляешь вот этот крепеж туда. Вы туда полного вставляете, и всё, и оставляете вот так. Пена схватывается, всё, вот он, никуда не денется, что этот, что этот. Это можно устанавливать радиатор. Ну и всё, следующее видео уже будет конец ремонта квартиры, и будет, скорее всего, видео-отзыв от хозяин квартиры, у которых я делаю этот ремонт.